Здравствуйте, это 100 вопросов об ICO за одну минуту с Владимиром Поповым. Владимир, а как ориентироваться в ценах при выходе на ICO и где правда? Это самый сложный вопрос. Мы уже однажды обсуждали, сколько примерно стоят услуги на ICO. На сегодняшний день нужно отметить, что нет универсальных критериев, но при этом я хотел бы как раз призвать к тому, что адекватные цены можно сделать и выявить их тремя способами. Во-первых, есть на данный момент аналитика как на английском, так и на русском языке. На русском меньше, на английском, естественно, больше, по которым можно судить о средних ценах. Плюс есть ICO-агентства, так называемые по формату ICO-бокса, ICO-хаб и так далее, где, в принципе, можно сопоставить цены и сделать выводы о том, что данная услуга может стоить столько и не может стоить, например, дороже или дешевле. И третий способ – это непосредственно самый дедовский, но один из самых надежных. Это прямой обзвон, который мы, в частности, проводим один раз в неделю для того, чтобы понять, насколько возросли, упали или стагнировать цены в отрасли на данный момент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова